Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Анидович, финскую АЭС «Лаовиса» перевели на американское ядерное топливо. Стерпят ли старые советские реакторы чужеродный американский продукт? Ну, давайте в очередной раз я вынужден рассказывать о умении читать пресс-релиз. Может быть, то, что он на финском был, было слишком сложно. Вот эта заявка о том, что атомная электростанция «Луиза» переведена на американское атомное топливо, прозвучала везде. Ну, давайте вместе прочитаем пресс-релиз. Я думаю, что будет повод задуматься к первоисточнику, к финнам. Ядерное топливо от компании «Вестингаус» загружено на атомную электростанцию «Лови-Иза». Слышал ли кто-нибудь из вас, уважаемые читатели, чтобы ядерное топливо загружали не в реактор, а на атомную электростанцию? Я – нет. Соответственно, что же, собственно говоря, перевели, куда перевели? Если прочитать то, что написано, а не то, что хочется думать и хочется об этом разговаривать. Ядерное топливо, произведенное шведским заводом компании «Вестингаус», доставлено на площадку атомной электростанции «Лови-Иза». Разница, на мой взгляд, существенная. Не загрузили, а доставили. Доставили на площадку хранения свежего ядерного топлива. На этом пока все. Если говорить о том, что происходило на «Лови-Иза», это действительно старая советская атомная электростанция, четыре реактора ВВР-440. Построена, разумеется, по согласованию не только с финским правительством, но и с финским государственным регулятором. «Стука». Я не силенно воспривезли все эту аббревиатуру. Первая буква «С» – это «Суоми». Последняя буква «А» – это «Атом». Что там в середине? Это для тех, у кого язык лучше поворачивается, чем у меня. Во все времена известно крайне жестким подходом ко всему, что касается безопасности. Один из результатов вот такой жесткости, когда после аварии на атомной электростанции «Фукусима» МАГАТЭ проверила все до одного атомных энергоблока на планете, например, безопасность, например, гарантии от происшествий подобных тому, что случилось в Японии, первое место в мире по уровню безопасности получила атомная электростанция «Лови-Иза». Это что касается надежности и так далее, и так далее. Более, чем надежно. Все, что происходит в последние годы, это называется диверсификация. Красивое слово. Мы хотим получать ядерное топливо от разных производителей. Производители топлива для атомных электростанций, атомных реакторов ВВР-440 на планете – два. Как к двум поставщикам можно прилепить слово «диверсификация»? Я не силен. Не могу вам сказать. Если вы хотите получать одновременно от России, от Росатома и от Вестингауза, так и скажите. Если вы решили отказаться от российского ядерного топлива, тоже об этом надо говорить вслух. Нынешний пресс-релиз – загружено топливо на атомную электростанцию, не в активную зону реактора. Еще раз. На площадку атомной электростанции. Какие решения будет принимать Финляндия по этому поводу, сейчас сказать сложно. Дело в том, что практика Росатома, если он поставляет топливо на российские или советские атомные электростанции, то в комплект сервисный входит и переработка обращенного ядерного топлива. То, разумеется, если это будет американское топливо, мы это точно на переработку не заберем. Мы ничего не знаем про его состав, как выглядит это топливо после того, как отстоит топливную сессию в активной зоне. Полежит пять лет в бассейнах выдержки. Нам это неведомо. И разрабатывать новую технологию, ни малейшего желания, я не думаю, что когда-нибудь появится. Что касается Вестингауза, компания американская, соответственно, она действует по тем законам, которые в ее стране есть. В этой стране еще в 70-е годы облученное ядерное топливо причислено к радиоактивным отходам. И, как в любой другой стране, ввоз радиоактивных отходов запрещен. Россия имеет полное право завозить облученное ядерное топливо на переработку, потому что, если есть слово «переработка», мы везем сырье. При этом после переработки высокоактивные отходы возвращаются в страну происхождения. Отходы в Россию не заводят. Заводятся сырье на переработку, опасные отходы в страну происхождения. Соединенные Штаты вообще не имеют права ничего делать, никаких технологий переработки, это запрещено законом. Соответственно, любая страна, которая принимает решение пользоваться топливом от Вестингауза, проблема с облученным ядерным топливом должна решать самостоятельно. В этом месте, конечно, надо было добавить какую-то иронию, но вот уже третий год Финляндия – единственная страна на планете, которая решила проблему геологического захоронения радиоактивных отходов. Да, это те самые объекты, которые должны проработать в течение порядка 300 тысяч лет, при этом не допустив выбросов радиации во внешнюю среду, нанесения вреда человеку и так далее, и так далее. Здесь положительную роль сыграли гранитные грунты. Я надеюсь, многие помнят, что из себя представляет скандинавский полуостров. Полуостров, гранит, гранит и гранит. Вот удалось найти подходящее место, проверено оно было со всех сторон. В течение более 10 лет работала исследовательская лаборатория на глубине более 300 метров. Да, проверено, да, возможно. Да, есть возможность разместить достаточно большое количество радиоактивных отходов. Есть возможность закупорить это напрочь. Глубина позволяет, бетонные шапки позволяют, проект разработан, готов. То есть, теоретически, Финляндия единственная страна в мире, которая без вреда для себя может действительно перейти на американское топливо. При этом стоит отметить, что подготовка к переходу на топливо Вестингаус идет по-фински стремительно. Я бы даже сказал мгновенно. Уже второй год в активной зоне одного из реакторов атомной электростанции Ловиеза находится тепловыделяющая сборка от Вестингаус, в которой нет уранового топлива. Вот. Ее старательно облучают. Цель убедиться в том, что внутри шахтного оборудования вот такую конструкцию выдержат. Конструкция чужая. Соответственно, вот она стоит в активной зоне. Ее омывает вода первого контура. Она испытывает нагрузку от всех остальных рабочих. Тепловыделяющих сборок, уже содержащих топливо. В конце этого года должны извлечь, должны к какому-то выводу прийти. В каком количестве будут загружаться ТВС уже с топливом? Будут ли загружаться? Решения будут принимать не финские политики, а все тот же самый государственный регулирующий орган Стука. Стука отличается тем, что можно ее ругать, можно не ругать. Да, она работает медленно. Да, она принимает документы только на финском языке, что вызывает дополнительные трудности. Раньше Европа охотно учила финский язык, но сейчас вся планета судорожно учит украинский, не до финского стало. Но, тем не менее, Стука никогда не поддавалась никаким влияниям со стороны политиков. Ее интересует только то, что связано с безопасностью атомной энергетики. Если с ее стороны будет решение о том, что можно попробовать загрузить топливо от Вестингауза, загрузят. То, что это не будет происходить быстро, то, что Стука не будет опираться ни на какие чужие материалы. Вот у нас работало, вот у нас все хорошо. Если говорить о том, как это должно быть по регламенту, первая загрузка будет либо 3, либо 6 тепловыделяющих сборок. Они отработают полный топливный цикл. На лове ИСа он сейчас полтора года. Будут постреакторные исследования. Будут, разумеется, идти исследования во время эксплуатации. То есть вот этот заголовок, который нас порадовали СМИ, атомная электростанция лове ИСа, перешла на топливо. Никуда она не перешла. Одна пустая сборка сейчас изучает на себе гидродинамику активной зоны. Закончится это изучение. Материалы будут переданы Стука. Стука не зря опять подумает, все оценит и вынесет вердикт. Можно грузить такое топливо. Сколько его можно грузить на первую загрузку. Так что изобретателям заголовков, так же, как и изобретателям заголовков для канала Геоэнергетика.Инфо, мой горячий физкульт-привет. Борис Анидович, АЭС и Стука такие вот принципиальные. Как так получилось, интересно, у них со второй АЭС, All Kiloot? Полкилоот работает, все в порядке. Время от времени есть внеплановые остановки. Были проблемы с турбиной, были еще какие-то проблемы. Но в Европе это первый реактор АПР-1600. Были построены в Китае. Но в Китае все немножечко иначе. Там китайские машиностроители принимали самое активное участие. Поэтому и построить удалось быстрее по сравнению с Финляндией. В Финляндии строили 17 лет. В Китае справились всего за 9. Всемиром, всем народом. На самом деле, что касается All Kiloot, то этот проект был разработан не столько государством, сколько союзом компаний тяжелой индустрии. То есть это компании, занятые в машиностроении, занятые в металлургии. Пришли к выводу, что им будет не хватать электрической энергии. Не знаю, как там выглядела модель финансирования, с учетом того, что за время строительства проекта All Kiloot немножко подорожал. Значит, строительство в 2005 году должно было завершиться в 2009. Но вот удалось в 2023. Немножко припозднились. Смета с 5 миллиардов евро выросла до 2014. Но, тем не менее, вот она в составе есть. Устраивает ли Финляндию работа финских атомщиков? Насколько качественно они ее оценивают? В открытых источниках пока информации по этому поводу не было. Замечания со стороны стуки мы видим. Даже если какая-то небольшая проблема, подозрение на трещины в трубопроводах или еще что-то, полная остановка. Так что, на мой взгляд, продолжительность вот этих внеплановых остановок – это тоже результат деятельности стука. Но стука не останавливает All Kiloot. Значит, так или иначе, она будет продолжать работу. Тем более, что и у французских атомщиков появился еще один повод для радости в этом году. На минимально контролируемый уровень выведен реактор АПР-1600 в составе атомной электростанции «Фламовый». Если все будет идти штатно, минимально контролируемый уровень – это полпроцента от установленной мощности. Дальше поэтапное повышение. И каждый раз, на каждом ступени повышения мощности, перепроверки дополнительные – таковы требования. Ничего с этим не сделаешь. Если все будет идти планово, то в январе начнется подача электроэнергии в объединенную энергосистему Франции. Это будет значить, что совершеннолетний реактор вступит в работу. Строительство началось в декабре 2007 года. Так что вот молодцы. Французы молодцы. Я думаю, что заказов у них с каждым годом будет становиться все больше. Французский реактор обошелся значительно дешевле, чем финский. В Финляндии – 14 миллиардов евро, в то время как во Франции – 13,5 миллиардов евро. На мой взгляд, большой успех. И строительство не 18 лет, а 17. То есть очевидно, что с каждым новым заказом ожидается большой прогресс. Так что наблюдаем. Но что касается французского реактора топлива, изготавливает сама Франция. Все та же компания «Арева». У них проблем нет никаких. Россия и Франция – это две страны на планете, которые понимают, что такое переработка облаченного ядерного топлива. То есть в этом отношении у Финляндии никаких рисков нет. По окончании топливной сессии, после того, как тепловыделяющие сборки пять лет отдохнут в бассейне выдержки, Франция действительно заберет, действительно переработает, действительно привезет только высокоактивные отходы. А геологическое захоронение у Финляндии уже имеется. Здесь, как бы мы к финнам не относились с их внезапным вступлением в НАТО и прочими чудесами, то, что касается атомной энергетики, ну пусть не своя собственная, но то, что работает, работает вполне надежно. Ну, французский реактор, да, есть какие-то болезни роста, надеюсь, что перерастет, надеюсь, что при этом ядерная опасность никакая из-за аварии не принесет. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока Ютуб блокируют, его замедляют, подписывайтесь вы от греха подальше на наш телеграм-канал Геоэнергетика. Инфо ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать нас в этом нелегком переходе на отечественные продукты. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok